Мы отреагировали мгновенно на ваше письмо и обратились в город. Город также мгновенно отреагировал, нам дал ответ. И помимо этого, ну, сам мэр, заместитель сюда приехали, чтобы вам объяснить. Жители Буйнакска с 2013 года просили заасфальтировать им дороги по улице Фрунзе, обращаясь в разные инстанции. По их словам, школьникам приходится идти прямо по проезжей части. Тротуаров нет ни с одной, ни с другой стороны, а дороги в непогоду смывают дождем. Теперь вот посмотрите, у нас улица, они неровные, косые, любые, когда снег, лед, детям, значит, трудно ходить в школу. Ради этим детей хотелось бы, конечно, чтобы улица была благоустроена, был асфальт, дети, чтобы не падали, ходили по ровной улице, жили красиво. К акции активно подключился и глава муниципалитета, который вместе с активистами ОНФ проинспектировал улицу, нуждающуюся в реконструкции, и пообщался с жителями. Местная администрация уверила, что проблема будет решена в течение года. Это крупная артерия, которая у нас преледческая, которая на этой улице находится, детский садик, социальные объекты, школа. Мы его обязательно поставим, его будут полностью реконструировать, полностью она будет в таком виде, как она должна выглядеть в современном городе. Дорога в школу – традиционная акция, которую Народный фронт проводит в преддверии нового учебного года уже шесть лет подряд. Активисты ОНФ совместно с органами власти в регионах исследуют маршруты, которыми дети ежедневно ходят в школы, чтобы выявить опасные участки и оперативно их устранить. Вообще Российский Народный фронт не оставляет без внимания. Но нам приходится иногда неоднократно обращаться в разные ведомства, администрации по одному и тому же вопросу. Иногда это длится и полгода, и год, но мы все равно добиваемся своего, и результат он бывает.